Всем привет! Недавно я провела опрос в соцсетях на тему, почему мигранты не учат литовский язык. Мне поступило много интересных ответов, и сейчас я вам их зачитаю. Конечно же, с моими комментариями. Но сначала моя причина, почему я полтора года не учила литовский язык. Я не была уверена, что мне здесь понравится, и я в Литве надолго. Также я думаю, что многие люди приезжают только, чтобы получить образование в Литве, а потом возвращаются в свою страну или переезжают в другие страны. У мигрантов нет стимула учить литовский, так как многие люди в Литве говорят по-русски или по-английски. А теперь мнение других мигрантов. Глеб. Не учим, так как английский и русский покрывают 99% кейсов, то есть по сути проще потратить силы, время на совершенствование универсального языка английского. Кто знает, где ты будешь жить через год, два, пять? Ольга. Не все останутся тут надолго. Виктория. Потому что не собираются здесь оставаться. Лично я за четыре с половиной месяца стала очень легко понимать, о чём говорят. И мне даже нравится, когда окружающие уверены, что я их не понимаю. Знания английского дают возможность общаться и здесь. Учить литовский для собственного развития, безусловно, это суперполезно. Но если думать о том, что язык нужен, чтобы здесь остаться, то даже не могу и не хочу такое в голове укладывать. Я мечтаю вернуться к себе домой, говорить на своём родном языке. Я так думаю, что Виктория приехала в Литву из Украины. Айварос. Если они приезжают временно, мотивации учиться нет. Другие не определились, может быть, они пойдут на Запад. Тем, кто хочет жить в Литве, придётся учиться, как и везде. Гала. Не учат, так как мечтают переехать в другую страну, более развитую, богатую, культурную. Как раз то, о чём я говорила. Наталья. Потому что нет острой необходимости. Есть возможность общаться на русском и английском, а также на белорусском и украинском в подходящей ситуации. Когда на самом деле у мигрантов возникает необходимость в знании литовского языка, тогда его начинают учить все. И кто хочет, и кто не очень хочет. Ганна. Для ПМЖ всё равно будет нужен. Кажется, основная трудность – это то, что здесь много кто знает русский или английский языки. Эту теорию я тоже высказывала, что многие в Литве говорят на русском или на английском. Сергей. Потому что оседают в Вильнюсе. Оседали бы в Клайпеде, например, учили бы. Ну и потому, что программ адаптации, наверное, нет, а работать и выживать надо. Хотя я только предполагаю. Вариант похожий на предыдущий, что в столице многие понимают русский и английский. Ольга. Сложный. Может, поэтому. Есть такое дело. Ре отвечает. Литовский – несложный язык. Вот. У человека совершенно другое мнение. Структура идентична славянским языкам. Фонетика близка. Это правда. Грамматика литовского языка очень похожа на русский язык. Оттого литовский такой же сложный, как русский. Процентов тридцать слов узнаваемы. Балтославянские корни. Остальные надо учить. Но так англосаксонский словарь еще более далек от славянского. И ничего. Никто не жалуется. Так и есть. В литовском языке много слов, похожих на русские. Ре продолжает. Ну и плюс – это элементарное уважение. Уметь хотя бы базово изъясняться на языке страны проживания. Даже временного. А если местные переходят на другой язык, чтобы было легче, ну так это им плюс в карму. Согласна. Андрей. Есть, конечно, элемент лени. Слишком много в Литве русскоговорящего населения. Лично я бы с удовольствием, но опять же деньги и время вносят коррективы. Это правда, цены на курсы литовского языка немаленькие. Ну и как бы это не было неприятно в нынешних реалиях, но русский язык часто является наиболее доступным для коммуникаций. Украинцы, белорусы, литовцы. Так и есть. Талих. Я чисто хотел учить, наверное, честно. Да, я честно хотел учить, но когда обращался к педагогам, увы, цены высокие. И сам язык непростой. Мало хороших учебников, материалов для иностранцев. Я задавал вопросы учителю, когда учил. Она на многие не могла ответить. То есть нет опыта преподавания иностранцам. Многие учат в повседневной жизни. Человек имеет в виду, что обучают литовскому языку не только профессиональные преподаватели, но также просто носители языка, а это совсем другое. Они, конечно же, не смогут ответить на все вопросы студента, почему так, а не иначе. На мой взгляд, учить начинают все. Приезжают с соответствующим настроем. Но и язык непростой. И цены на курсы кусаются. И работать, и одновременно учиться непросто. И действенных методик обучения иностранцев нет. Один и тот же учебник мучают. В котором даже ударений нет. И учиться по нему без учителя невозможно. А вот это, кстати, большая печаль, что в учебниках, особенно для начинающих, нет ударений. Вот и получается. Люди идут на курсы, с трудом выучиваются на А2 уровень, сдают экзамен для ПМЖ, и мало кто идёт учиться дальше. Единицы. Тем более большинство русскоговорящих оседает в Вильнюсе и Клайпеде, где объясниться на русском английском вполне возможно. Ренат Светлане. Кому действительно хочется не остаться вечным туристом, находят и бесплатные курсы. Они бывают. Это 100%. И стараются общаться по-литовски. Не замыкаются только в русскоговорящей среде. Потому что, как ни крути, без знания литовского языка в Литве гораздо меньше вариантов для полноценной реализации. Полностью согласна. Светлана Ренату. Да я же разве спорю? Вопрос был, почему? Ну вот, поэтому. Бесплатные курсы? Да, бывают. Но не всегда в удобное время. И очень мало мест. И надо ловить. И только самый начальный уровень. В Риге, например, постоянные курсы, бесплатные, при муниципалитете. Ясно и понятно. Где, что, когда. Ну и, кстати, про вечных туристов. Есть такое дело, что люди по разным причинам не могут планировать, надолго ли они в Литве. Вот и забрасывают учёбу или откладывают до ПМЖ. Но пробуют учить язык все. Ёжик в тумане. Беженцы вообще не обязаны учить литовский и сдавать зачёт. Макс. Что за бред? Никто литовский не учит, все всё понимают. Вот видите, человек считает, что мигрантам вообще не надо учить литовский. Но, думаю, он опять-таки имеет в виду, что человек, который не учит язык, в Литве ненадолго. Ёжик в тумане. В смысле бред. Для получения статуса беженца человеку оплачиваются курсы литовского. Макс продолжает. Какие ещё курсы? Курсы, которые длятся 10 лет? Потому что иначе этот язык не выучить. Люди десятилетиями английский учат, а он гораздо проще. Это правда. Учить иностранный язык нелегко, тем более такой сложный, как литовский. Это не быстрое дело. Нужно терпение, мотивация, свободное время, деньги. Далее слова Макса. Зачем беженцу знать язык? Много беженцев в Германии язык знают. Тем более мы же не сирийцы, мы белорусы. И Вильна – это наш город. В ближайшие 10 лет мы вернёмся домой. Хотите тут остаться и учиться? Ну, пожалуйста. Как я и думала, человек считает, что он в Литве ненадолго и через какое-то время сможет вернуться в Беларусь. МВ. По мне, если человек не хочет учить язык страны, в которую приехал жить, пусть едет, откуда приехал. Справедливо. Макс. Мы вернёмся домой и наведём порядок, а вы оставайтесь тут навсегда. Вернёмся домой и наведём порядок. Не понимаю, зачем было уезжать. Можно и сейчас навести этот самый порядок в Беларуси, если вы Макс такой смелый. Я там, где мой президент. И она задачи учить язык мне не ставила. Президент задачи учить язык не ставила. Макс имеет в виду Светлану Тихановскую. Y. Есть такая поговорка. Местный язык не учат, только туристы и оккупанты. Серёжа. В Вильнюсе живёт много людей, не знающих литовский. Правда, эта жизнь в неком своём мыльном пузыре. И покидать они его не собираются. За восемь лет жизни в Литве я сдал язык Конституциум. Перестал быть слепым, глухим и немым в ситуации, когда твой собеседник не знает русского, а ему и не надо. Ох, Серёжа, как же я вам завидую. Надеюсь, мой литовский скоро будет на достаточно высоком уровне, и я тоже перестану быть слепой, глухой и немой. Татси. Зачем учить язык малюсенькой страны, который, кроме литовцев, никто не знает? Ненужная трата времени. Лучше выучить языки, на которых разговаривает большое количество людей. Английский, испанский, турецкий, китайский. Конечно, лучше, при условии, если вы и дальше хотите продолжать оставаться слепой, глухой и немой. Но не всё так плохо. Есть и другое противоположное мнение. Мария. Учат-учат. Д. Мы даже на работе устраиваем обучение с конкурсами. Анастасия. Учим. Бриджита. Учат. Сергей. Учу потихоньку. А что? Ну, опять Макс, который планирует вернуться в Беларусь. Макс. Зачем? Сергей. Чтобы мозги не застаивались. Во-первых. Ну, и удобно иногда читать и понимать всякое. Макс. Зачем? И ему уже отвечает Лена. Чтобы масло от маргарина отличать. Макс. Так я спрошу, мне подскажут. Лена. А я людей не люблю. Лена, как я вас понимаю, я тоже не люблю беспокоить людей по разным пустякам. Алина. И сметану от сливок. Отвечать. Макс. Зачем? Уже отвечает Игрик. Есть такая поговорка. Местный язык не учат только туристы и оккупанты. Ну, видимо, очень популярная поговорка в Литве. Насчёт русского. Ну, попробуйте съездить в Каунас, например, и пожить там только со знанием русского. Не получится. Так что да, учить литовский надо и не только потому, что по закону, но потому, что так комфортнее жить в стране проживания. Кейт продолжает. Хотя бы из уважения к той стране, которая вас приняла. Полностью согласна. Макс. Что за бред? Никто литовский не учит. Все-всё понимают. Мария П. Так не учите, кто вам мешает. Но других не просите объяснять, почему они учат. Хотя бы пытаться учить язык страны, в которой живёшь и которая многих приютила. Как минимум, уважение к этой самой стране. Может и законы местные не соблюдать предлагаете. Можь приезжие. Все-всё понимают. Влад. Среди моих знакомых пока нет. Таких. Кто бы. Первое. Смог что-то сказать. Второе. Выслушать ответ. Третье. И что-то сказать опять. То есть ответить. После нескольких курсов и больше года изучения эти изучающие обычно сыпятся на втором пункте. Тогда это печально. Но дело в том, что можно долго изучать язык и не пытаться на нём разговаривать. Тогда да, это бесполезное занятие. Самое главное в изучении языка это практика. МВ. Так и у меня из группы только я литовский приняла и поняла. Остальные стухли. То есть потеряли мотивацию. Итог. Покупают не пельмени с мясом, а вареники с творогом. И потом обижаются сами на себя. Ирина. Я тоже могу построить диалог, но мне нравится, что в киоске могу купить, что мне нужно, не выясняя, при этом, владеет ли продавец английским или русским языком. Экономия времени. МВ. По мне, если человек не хочет учить язык страны, в которую приехал жить, пусть едет, откуда приехал. Одно дело сложно даётся, другое не хочу, не буду. Уважать нужно страну, принявшую тебя. И язык, и историю, и культуру. Свое не уберегли именно по причине, а зачем нам тот язык? Теперь имеем, что имеем. Дуболомы у власти. В точку. Даже комментировать не хочется. Анна Б. Сейчас ещё и не все принципиально хотят говорить на русском, даже если понимают. Да, сложное время. Кристина. Я как-то спрашивала своих белорусов, что послужило причиной к изучению литовского. Я думаю, это преподаватель, который спрашивал о своих белорусских студентов. Про уважение говорили, да, про возможность в магазине или на улице договориться, кто-то, чтобы работу получше найти, кто-то, эх, кто-то уже понял, что они здесь надолго, хотя бы пока дети не выучатся и среди кос влияй по-козлиному. Дорогие мои, пишите своё мнение, почему некоторые мигранты не учат литовский язык и как вы к этому относитесь. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!